Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории Иван без цензуры, расскажет рокер Вала Щу. Второй завтрак, уважаемые любители рок-музыки, а чем любят на второй завтрак побаловать себя русская рок-звезда, самая главная, Вала Щук СД? Ну, конечно же, Наполеоном, тем более в Смоленске, потому что я вам напомню, какая тут была битва с армией Наполеона знаменитая. В июле 1812 года французская армия подошла, наполеоновская, к Смоленску, возглавлял ее фельдмаршал Даву, и они уперлись в Смоленск, а здесь Барклай-де-Толли с объединенной русской армией били генерал Раевский, генерал Докторов, да и тех, кого я помню, Наговийцын, и они тут мочили их. Но французская армия превосходила, конечно, количественно, русскую армию, она была мощнее. И Барклай-де-Толли принял решение отходить и оставлять Смоленск. Багратион рвался в бой, но Барклай-де-Толли, вопреки мнению Багратиона, принял решение оставлять Смоленск для того, чтобы сохранить армию. Поэтому основная армия наша русская отошла за Днепр, остались только, повторюсь, дивизия Раевского, Докторов, и они мужественно дали возможность отойти всей армии, потом уже отошли сами. Жители городские тоже практически все ушли, тут жило 15 тысяч жителей на то время, осталось только тысяча. Барклай-де-Толли приказал взорвать пороховые склады, и практически так как жители ушли, все было подожжено. И когда французы вошли в город, они были разочарованы, потому что они хотели отдохнуть, в квартирах, в нормальных, расквартироваться, в домах, наесться, а тут выжженная земля. И поэтому Барклай-де-Толли, можно считать, что он одержал победу, и считается, тем, что он сохранил нашу русскую армию, и они отошли к Москве. И Кутузов принял решение, насколько вы знаете, оставить Москву для того, чтобы сохранить армию. А потом их всех отсюда выбили. Это у меня какая-то сладость Наполеону. Почему-то, я не пойму, почему. Вот так вот мы его сейчас будем есть. Вместе с кофейком. С капучино. Разбирается человек. Я опять возвращаюсь к повару. Пропитана кремом. Очень нежная. Вот если в сирене, Алексей Горевой делает хрустящим, тоже обалденно вкусно. А здесь все такое нежное. Не хрустящее, но очень вкусно. Грамотно сделано. Крем грамотный. Все классно. Кофе. Но все классно. Надо им подсказать, чтобы они придумали торт Барклай де Тульли. Я думаю, что он будет пользоваться успехом в Смоленске. Да и не только в Смоленске. Потому что русское оружие самое главное. Особенно сейчас. Сверхзвух. А они не верили, когда Владимир Владимирович показывал, как ракетка так вылетает. И тут в ту сторону длинного шара залетает. Легко. Наши циркотчики летят в нужном направлении. И авангарды. С изменяющейся траекторией полета. В 30 метрах над землей. Поэтому давайте за славу русского оружия. Елена, поднимайтесь в бокал. За славу русского оружия. За нашу русскую армию. За русский народ. За великий. Ну что, вы самый любитель рок-музыки? Вот сижу и мучаюсь. Думаю, как же привязать мне этот Наполеон к рок-музыке? Я же извращенец. Я же все привязываю к рок-музыке. Как же его привязать? Сидел, сидел, думал, думал, что ж как-то. А потом понял, прямая привязка к рок-музыке. Настоящий рок-музыкант должен иметь наполеоновские планы. Вот так вот. Вот именно поэтому Волщук СД все время ест Наполеон. Он обожает Наполеона. Я думаю, что я так люблю Наполеона? У меня же планы наполеоновские. Стать главной рок-гвездой в нашей стране. Вот так. Ну как, привязочка? Ничего, нормально? Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Волощук. Продолжаем. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова